Тысячи смолян и гостей города стали участниками яркого, веселого и зрелищного фестиваля «Смоленский звездопад». В этом году фестиваль принял еще больший размах. На конкурс приехали самые титулованные пиротехнические команды из России. В этом году удалось собрать нам самые именитые команды России, которые участники самых больших фейерверков Олимпиады в Сочи, Алые паруса и так далее. Плюс в этом году у нас очень много детских аттракционов. На шестом фестивале была увеличена детская площадка. Ребятишек развлекали аниматоры. Для малышей и их родителей работал целый парк аттракционов с автодромом. Здесь так круто! Нам здесь очень весело! Ура! Для гостей праздника, который в этом году пришелся на День физкультурника, были организованы соревнования по народному жиму, армрестлингу, толчку гири и волейболу. Все отлично! Наш парень победил в приседаниях, выиграл денег, заставили, сняли, снимаем, отдыхаем, драйв. Все отлично! Ждем фейерверков, у всех хорошее настроение. Сюрпризом для зрителей стало выступление культовой группы «Конец фильма». Но, конечно, главным ожиданием всех гостей фестиваля был конкурс фейерверков. В прошлом году нам очень понравилось, но я думаю, в этом году будет намного лучше. Ожидаем салюта, представление вот этого блеска, эмоций больших хотелось бы получить. Я думаю, что это все будет. Очень-очень много развлечений на любой вкус, на любой возраст. Для всех людей, всем весело, замечательно. Мы в ожидании фейерверков. Очень хочется посмотреть. А посмотреть было на что. Небо разукрасили фейерверки семи команд, шесть из которых участвовали в конкурсе. Первое и второе места заняли пиротехнические компании из Москвы. «Орион Арт» и «Большой праздник». Третье – гости из Риутова СЛК. При зрительских симпатий достался фейерверк мастеру. «Пирокласс» и «Пиророс» стали лауреатами конкурса. Смоленская же компания «Дядя Гриша» подарила гостям праздника «Гранд Фейерверк» вне конкурса. Стоит отметить, что фейерверк был изобретен в Китае несколько столетий назад. Тогда его использовали в большие праздники, чтобы отгонять злых духов. После Смоленского звездопада наверняка все злые духи исчезли. Ольга Курцева, Василий Гурник. Новости СССР.